Родным погибших и пострадавших во время ЧП на Актюбинском заводе хромовых соединений будет оказана вся необходимая помощь. Об этом нашим корреспондентам сообщили представители предприятия. Напомню, трагедия на заводе, в которой погибли 4 человека, произошла накануне. По словам специалистов, такого рода ЧП на данном участке произошло впервые за 60 лет. Моя коллега Айсулу Ахмахмутова сейчас находится с нами на прямой связи и она готова рассказать о новой информации. Айсулу, вам слово. Да, Алмаз, прямо сейчас мы находимся у больницы скорой медицинской помощи, куда вчера были доставлены двое пострадавших. Их состояние по-прежнему остается стабильно тяжелым. За здоровье мужчин сегодня молятся не только родные, но и работодатели, поскольку именно эти люди являются единственными свидетелями трагедии. Напомню, мастер производственного участка и трое рабочих погибли на месте. И по информации представителей предприятия, бригада состояла из опытных сотрудников и была одной из лучших. Мастер Бесембино Рынбасар Кожабергенович, он достаточно квалифицированный работник, проработал на заводе не один десяток лет. Остальные есть, которые недавно устроились, а есть, которые 15 лет проработали. Мы, как никто, хотим узнать всю хронологию этих событий, которая привела к этой трагедии, потому что непосредственные участники, и в том числе их непосредственный руководитель, погибли. Нами было поручено руководству завода подойти более детально к помощи пострадавшим. Понятно, есть обязательные выплаты страховой компании, есть первонепходимая материальная помощь на похороны. Но, вместе с тем, мы сейчас попросили изучить по каждой семье индивидуальную ситуацию. Досудебное расследование работает специальная комиссия. Случай находится на особом контроле руководства области. И проводится работа по обеспечению семей погибших и пострадавших. Материальная поддержка выделена 10 миллионов тенге плюс страховые выплаты. Это пока вся информация, Алмаз. Спасибо, будем ждать от вас еще более новой информации. Сулла Махмутова была с вами на прямой связи, мы продолжим. Насколько было возможно предотвратить случившееся в Актубе ЧП, мы решили узнать у эксперта. Это ученый-биотехнолог Амир Куат, и сейчас он с нами на прямой связи по телефону. Амир, здравствуйте, вы меня слышите? Здравствуйте, да, я вас слышу хорошо. Скажите, насколько было возможно предотвратить смертельный исход? Какие меры можно было предпринять, чтобы этого избежать? Ну вот, например, если говорить конкретно, то мы сделали расчеты, используя нашу систему управления рисками. И как показывает систему управления рисками, из шести, то есть из четырех погибших и двух пострадавших, и того шести людей, у всех шестерых наблюдались кризисные показатели по биологическим ритмам и циркадным ритмам. Если бы, например, скажем, как показывает практика, при использовании данной системы, мы бы, например, скажем, именно эту бригаду, мы бы именно в этот день рекомендовали бы не допускать на работы, на опасные зоны. Дело в том, что, вот как нам, например, известно, я, конечно, в целях соблюдения конфиденциальности фамилии имена называть не буду, но человек, который, скажем так, погиб первым в данной ситуации, как показывают расчеты, имелся кризис физико-эмоциональный. То есть что это значит? Это значит о том, что эстетические показатели отвечают за моторику мышц, а эмоциональные отвечают за реакцию психо-эмоциональную, то есть как реагирует психика человека. То есть ситуация могла произойти таким образом, что человек мог либо сделать поспешные действия, либо сорваться и не среагировать на происходящее. Вследствие этого получить какую-то физическую увечье, которое могло привести к смерти. Что мы, в принципе, и видим по происходящему. По остальным троим погибшим также имеются критические значения, при которых бы мы, например, не рекомендовали выходить именно людям на эти работы. Почему? Потому что, как показывает практика, мы, например, применяли в структуре ERG, и там эффективность данной системы составляла 87,5%. То есть рекомендации, когда соблюдаются, как показывает практика, травматизм снижается. Скажите, пожалуйста, эти данные психофизиологические, они заранее отображены в каком-то журнале, и когда формируется смена, учитываются ли эти данные? Да, конечно, абсолютно верно. То есть данная система позволяет рассчитывать данные психофизиологические факторы заблаговременно, за месяц, за два, за три. То есть когда производится планирование работ, данные показатели и данную информацию уже можно учитывать заранее. Скажите, пожалуйста, вот что касается тех, кто пострадал, можете дать какой-нибудь прогноз по их состоянию? Да, мы данную систему тоже использовали в медицине, а также и при реабилитации пострадавших. Но, к примеру, если говорить по пострадавшим, то могу сказать одно. У одного из них существует риск осложнения, то есть ухудшение состояния. Если, конечно, со мной свяжутся, я готов предоставить эту информацию, но в конфиденциальных целях. А у второго, скорее всего, он быстро пойдет на поправку. Почему? Потому что, как показывают расчеты, физиологические потенциалы идут наверх. Ну, нам остается пожелать пострадавшим скорейшего выздоровления. Я напомню, с нами на связи был эксперт. Мы обсуждали ЧП на Октябрьском заводе хромовых соединений.